13.06 на часах, в эфире «Особое мнение» в студии Дарьи Топузлиевой и мой сегодняшний гость, заместитель секретаря общественной палаты Кировской области, президент адвокатской палаты Кировской области Марина Капурина. Марина Николаевна, здравствуйте. Добрый день. Нас можно слышать на частоте 101.0 FM, онлайн-трансляции эфира, а также видеотрансляции из нашей студии идет на сайте eho.kirova.ru. Номер для ваших смс 8 909 720 101.0. Вопросы вы также можете успеть задать через форму анонсов на сайте eho.kirova.ru. Марина Николаевна, начнем, наверное, с новости двухчасовой, правда, уже давностью, но тем не менее, наверное, самая громкая сегодняшняя и последующих нескольких дней. Два часа назад руководитель ФСБ Александр Бортников сделал официальное заявление. Экспертиза подтвердила, что на обломках лайнера, потерпевшего крушение над Синайским полуостровом, найдено взрывчатое вещество, то есть официально крушение признали терактом. Вот для таких городов, как Киров, которые вроде бы небольшие, нигде не светятся практически, есть ли какая-то реальная угроза? Вы, как человек, обычный житель Кирова, ощущаете, что стало опасно? Ну, во-первых, вот этот результат экспертизы, в принципе, был уже предсказуем, поскольку... Об этом давно уже говорил. Да, когда, в общем-то, решение Путин принял о том, чтобы запретить полеты и прекратить сообщения, значит, с Египтом, было уже понятно, что это не так просто и не случайно. Если бы это была просто разгерметизация самолета, как изначально говорили, то таких мер кардинальных бы не принималось. Потом эти вот полеты туда, пустые самолеты обратно с пассажирами и отдельно багаж, в общем-то, вот это все давало уже возможность предположить, что все-таки это теракт. Ну, а поскольку Киров, хоть он и недалеко от Москвы, но вроде спокойный, тихо и мирно, да, но, тем не менее, наши ведь туристы тоже летают, и этими же самолетами летают мы от Кирова до Москвы, а там до Санкт-Петербурга, до Казани, а оттуда уже, соответственно, за границу улетают. Поэтому нас это тоже в какой-то мере коснулось. Я вот насколько осмотрела информацию, Кирова-Чепецкая девушка погибла, жительница, которая из Санкт-Петербурга улетела тоже на отдых в Египет. Поэтому, в общем-то, у кого-то родственники погибли, знакомые, поэтому, хотя мы вроде бы и не столица, и далеко от столицы, от Санкт-Петербурга, но, тем не менее, нас это тоже касается. Мне хотелось бы добавить, накануне появилась информация о том, что усилены меры безопасности на ЖД вокзалах, и в Кировском регионе ГЖД подтвердили, что это связано с опасностью террористической угрозы. Мне еще интересен этот момент, с какой точки зрения. То есть вот общественная палата много все равно занимаются различными межнациональными отношениями, то есть и в палате много представителей различных конфессий. Вот это официальное заявление, оно может как-то повлиять? Я думаю, нет, потому что у нас в этом плане, в плане межнациональных отношений, у нас все нормально, у нас нет таких вот больших конфликтов, чтобы там доходило до каких-то забастовок, там еще до чего-то. То есть у нас все эти вопросы решаются, мнения тех национальностей, которые живут на территории Кировской области, они в принципе учитываются и их слышат. Вот здесь недавно буквально мы распределяли гранты там правительства области на некоммерческие организации, которые предоставляют социальные услуги населению Кировской области. Там в том числе давались гранты и татарской общине, там вот насколько я помню и другим национальным общинам, которые обращались и у которых нормальные проекты для жителей Кировской области. Поэтому говорить, что у нас вот это каким-то образом повлияет на обстановку, на межнациональные отношения в Кировской области, думаю, что не повлияет. А вот в плане того, что может быть другие регионы, в плане охраны общественного порядка, усиления это, конечно, будет. Потому что я думаю, что для них это же вот, я не могу сказать, что это какие-то национальные особенности, там национальности, это же отморозки обычные. Точно так же... Независимо от национальности. Конечно, независимо от национальности. Точно так же и среди русских могут быть такие же, извините, отморозки, которые могут тоже вот так же безбашенно себя взорвать и взорвать, еще не думая о том, что там рядом стояки, дети и все остальные. Поэтому говорить, что это вот именно с национальными особенностями, национальными отношениями связано, я бы даже не стала связывать. Но охрана, конечно, будет усилена. Потому что у нас ведь и в прошлый раз, вот где-то там в районе Мородыково, я помню тогда, двух этих поймали, которые пытались там пройти, пронести взрывчатку. Поэтому сейчас, в принципе, вся страна будет в напряге, потому что, понятно, раз мы помогаем Сирии бороться там с этими отморозками, то ответная реакция однозначно будет. А нет такого опасения, что все вот эти вот меры безопасности усиленные могут навести какую-то легкую панику среди людей? Да нет, я не думаю, потому что, по большому счету, жители ведь Кировской области этого не ощущают. Это могут быть, ощутить только жены сотрудников, там, органов внутренних дел, органов МЧС. Ну да, мы, конечно, заметим, что военные начнут по улице уходить. Кто знает, что там муж ночью дома не был, а он был там на охране порядка где-то там, дежурил, патрулировал. Поэтому вот в основном это спецконтингент, и поэтому их близкие родственники, в общем, они могут ощутить то, что здесь как-то что-то вот не так. А мы-то ведь и в прошлый раз этого не почувствовали, жили спокойно, мирно, и не думали о том, что там кто-то должен усиленную охрану нашего порядка нести в городе, там, в области и так далее. Надеюсь, что мы в России так и продолжим жить мирно. Мы перейдем уже тогда к другой теме, к непосредственно вашей работе в общественной палате Кировской области. Накануне прошло заседание палаты, на котором утверждали комиссии. Насколько я понимаю, комиссии стало больше. То есть было изначально шесть, если я не путаю, добавились две. Вот можно поподробнее, что это за комиссии? Ну, если сравнивать с тем, что у нас было в общественной палате второго созыва, то, в принципе, у нас было семь комиссий. Поэтому я вот как бы даже для себя шпаргалочку записала, потому что поскольку работаешь с какими-то конкретными комиссиями, остальных так поскольку-поскольку, но как зам я еще там курировала комиссия, а в основном перечень комиссий, примерно будем так говорить, остался на том уровне, на каком был, за исключением того, что комиссию по экспертизе и общественному контролю ее разделили как бы на две комиссии. А некоторые комиссии, в общем-то, у нас добавились. Были у нас комиссии по вопросам здорового образа жизни, она у нас как во втором составе была даже с таким названием, так она, в общем-то, тихо и мирно у нас перебралась. В третьем созыве у нас такая же комиссия осталась. Была у нас комиссия по образованию, науке, культуре и делам молодежи, комиссия по общественной экспертизе, общественному контролю, этике и регламенту, затем была комиссия по вопросам экономического развития, комиссия по вопросам развития гражданского общества, комиссия по вопросам окружающей среды и природопользованию и комиссия по вопросам семьи и социальной поддержки. Ну вот некоторые комиссии, говорю уже, что сохранились, но там за исключением того, что немножко изменились как бы названия. Допустим, если у нас комиссия по вопросам экономического развития была, то сейчас она просто комиссия по экономическим вопросам. И вот еще ряд комиссий, вот эта же комиссия по вопросам окружающей среды и природопользования, она стала просто называться у нас по вопросам экологии и природопользования. Единственное, что у нас вот добавилось, чего вообще не было в прошлом созыве, это комиссия по аграрным вопросам и развитию сельских территорий. Вот у нас по поводу этой комиссии возникло больше всего вопросов, то есть тут общественники как вообще могут на это повлиять, у вас много аграрии в ваших рядах? Вот поэтому у нас тоже, когда мы ее создавали, если вот как бы немножко в курсе того, как у нас вчерашняя пленарка шла, то есть мы семь комиссий как бы мы их утверждали списком, потому что по ним в общем-то мнение как-то сложилось, ну были конечно там мнения по поводу нашей комиссии об общественной экспертизе, стоит ли ее разделять с общественным контролем или нет, как бы вот, ну решили таким образом, что все-таки разделили. А по поводу этой комиссии у нас в общем-то единого мнения так и не сложилось и у нас выносился вопрос по этой комиссии отдельно на пленарку, как в общем-то решат корреки. Хотя конечно вопрос этот стоит острый, действительно, как многие говорят, вот те, кто занимается вопросами сельского хозяйства, что скоро у нас уже сельских территорий как таковых не останется, поэтому конечно эти вопросы надо поднимать и решать, но говорить о том... Я думаю, что вопрос этот острый, это бесспорно, то есть на уровне и правительства, и законодательного собрания, то у меня вопрос именно вот, насколько это необходимо... В том созыве у нас просто не было, будем так говорить, инициатора, который бы взял на себя ответственность вот за создание, организацию таковой комиссии и ведение работы. Ну просто хочу сказать, что может быть, ну попробуем, посмотрим, будет она эффективно работать или нет, потому что в принципе все эти вопросы сельских территорий, если они поднимались и необходимо было решить эти вопросы, все остальные комиссии в общем-то в пределах своей компетенции, в пределах своих полномочий эти вопросы решали. Поэтому говорить о том, что второй созыв вообще не занимался сельскими территориями, мы так сказать не можем. Просто вот решили отдельно вот это направление, отдельную комиссию как бы создать и посмотреть, насколько эффективно будет работать. Вот по... А уже вырисован какой-то вектор работы, то есть чем они будут заниматься? По сведению, во-первых, аппарата общественной палаты, в нее на сегодняшний день записались 5 человек, поэтому в принципе это нормальное количество для работы комиссии, потому что когда вот 5-7 человек, это самое нормальное количество, с которым нормально и эффективно можно работать, их всегда можно собрать на заседание. Вот на сегодняшний день, думаю, вопрос у нас возникнет еще по комиссии по социальным вопросам, у нас на пленарке так несколько необычно прозвучало, что комиссия будет неуправляемая, но имели это в виду... Почему это связано? Не в плане того, что она будет у нас действительно неуправляемая, что она кому-то будет там подчиняться, или кто-то на нее какое-то давление будет оказывать и не сможет доказать, а в плане того, что у нее записались 18 человек, и будет стоять вопрос с кворумом. Насколько реально, потому что не меньше половины надо, чтобы собралось, и чтобы мы могли реально решать вопросы по нашему регламенту, поэтому вот насколько она будет у нас собираемая, эта комиссия, вот вопрос, конечно, открытый. Но я думаю, что это списки, в общем-то, по некоторым комиссиям еще предварительно, потому что мы ее вот тоже делили комиссию по социальным вопросам на совете, на комиссию по вопросам здорового образа жизни, от нее отпочковали все-таки. И вот комиссия по развитию аграрных этих территорий создана, поэтому может быть часть из тех членов, которые записались в комиссию по социальным вопросам, они со временем перейдут вот в эти две комиссии. Ну и пока у нас, вот я не могу сказать, что мы уже четко определили, чем будет заниматься комиссия, но вопросы, которые наметились, это вопросы сельского хозяйства, сельских территорий, вопросы реализации на территории области государственных продовольственных программ и устойчивого развития сельских территорий, формирование общественного осознания развития территории, создание дополнительных инструментов бюджетирования сельских территорий через вовлечение населения в активное участие в этом процессе, формирование приложений власти по формированию районных бюджетов через увеличение активности предпринимательского сообщества. Но это пока вот такие вот, будем говорить, наброски, потому что у нас с момента пленарки вчерашней до 24-го числа должны собраться все комиссии, избрать руководителей и, в общем-то, уже более конкретно определиться, чем конкретно будет заниматься та или иная комиссия. — Ну, то есть, к мне это видится как-то, что без сотрудничества с тем же законодательным собранием, с правительством области тут вряд ли получится. — Конечно. — А прорабатывался этот вопрос как-то? Ну, то есть, в правительстве в курсе, что хотя бы о планах создать эту комиссию, о том, что, возможно, придется еще теснее сотрудничать? — Ну, я думаю, что там никто в этом плане возражать не будет, потому что я думаю, что и для правительства, и для ЗАГС собрания абсолютно все равно, какие у нас комиссии там и насколько мы поделили общественную палату в плане работы, у нас наметилась главная тенденция, что у нас устойчивое, будем так говорить, сотрудничество с ЗАГС собранием и с правительством, то есть мы друг друга слышим и доносим до, соответственно, ЗАГС собрания и правительства интересы общества. Потому что я не забываю в этом повторять и для себя уяснила навсегда, что общественная палата, потому и общественная, что она в первую очередь представляет интересы общества. И поэтому вот в этом плане, если даже у нас председатель ЗАГС собрания Ивунин говорит о том, что надо дать общественной палате законодательную инициативу, то я думаю, что это, в общем-то, говорит об определенных достижениях общественной палаты. Когда мы в первом созыве выходили сами с таким предложением в ЗАГС собрания, нас тогда не поддержали. — А вот на сайте общественной палаты, как новая комиссия, значит все еще комиссия по взаимодействию с органами власти и общественному контролю. То есть это какая-то отпочковавшаяся от граждан? — Да, да. Это вот как раз я о ней вам и говорила. То есть у нас была комиссия по общественной экспертизе, общественному контролю, этике и регламенту. — А разделились они по какому принципу? — Ну я думаю, вообще-то, если честно говоря, мое мнение было, что делиться пока рано. Ну раз так случилось, значит будем так работать. — А то есть просто по какой-то теме больше нагрузки стало, что потребовалось ее выделить в отделе? — Сейчас речь ведь идет об общественном контроле и о том, что мы же и на гражданский форум выносили основы об общественном контроле в Российской Федерации, закон, обсуждали его. — Поэтому понятно, что у нас, поскольку закон этот есть, он принят в 2014 году, и мы активно с ним будем работать, что общественный контроль будет в этом плане более усиливаться, углубляться, и будет регламентация его более четкая в законе субъекта Федерации. Поэтому понятно, что эта работа будет, но я думаю, что она у нас будет еще не в 2015 и даже не в 2016 году, потому что у нас еще нет закона Кировской области об общественном контроле. — То есть это получается на прозапас? — Нет, там понятно, что вопросы определенные будут возникать, и мы их будем решать. Но, допустим, вот это же формирование общественных советов. То есть на сегодняшний день мы не участвуем в формировании общественного совета при разных органах исполнительной власти, но мы утверждаем состав, который нам дают кандидаты. А в перспективе, по закону, по основам общественного контроля в Российской Федерации, там предполагается, что общественная палата должна участвовать в формировании совета. И, конечно, если такие функции на общественную палату все-таки будут возложены и нашим законом Кировской области, это, понятно, будет очень большая работа. И проще, конечно, утвердить тот перечень, который нам дают на сегодняшний день, в общем-то, готовый. И мы обязательно взяли за правило, что обязательно член общественной палаты должен участвовать в одном из общественных советов, который создается. А когда мы будем их формировать, понятно, что процедура будет более длительная, более сложная. А вы в состав какой комиссии вошли? Я осталась традиционно, поскольку я уже два созыва работаю с комиссией по общественной экспертизе, этике и регламенту, она у нас, в общем-то, осталась тоже потому, что от нее никуда не деться. Это требования закона и федерального, и нашей Вакировской области об общественной палате. Это одно из направлений деятельности общественной палаты. Поэтому мне, как юристу, интересно в этой комиссии работать, поскольку мы даем, хотя и с точки зрения общества экспертизу всех законодательных, не всех, оговорюсь, тех законодательных актов, которые в обязательном порядке необходимо проводить экспертизу, и тех законопроектов, которые нам интересны с точки зрения общества, на наш взгляд, которые касались льготного проезда, допустим, таких вопросов, которые, вопросы ЖКХ, которые граждан Кировской области волнуют в первую очередь. Ну и вот, поскольку комиссия разделилась, соответственно, я вышла во вторую комиссию, которая у нас по общественному контролю на сегодняшний день создана. Ага, а я вас не нашла в составе рабочей группы, которая называется Центр общественного контроля ЖКХ, насколько я помню, вы раньше там были. То есть это не насмотр сайта общественной палаты или вас там действительно нет? Нет, это действительно так, потому что, когда мы работали во втором созыве, мы были с Сергеем Николаевичем вдвоем в этой комиссии от общественной палаты. На сегодняшний день там, в общем-то, существенное усиление, там пять членов общественной палаты на сегодняшний день есть. Сергей Улетин остался руководителем? Сергей Улетин остался, остался руководителем, поэтому, как он сказал, к вам предложение открыто, если вы передумаете, приходите, я просто боюсь, что я физически не буду успевать. Поэтому вопросы мне эти остались интересные в ЖКХ, в общем, и как общественнику, и как профессионалу юристу, потому что ЖКХ это у нас такая замудренная область, поэтому там изучать, изучать, думать и думать. Поэтому, если у меня время будет позволять, я, конечно, буду ходить, там право совещательного голоса, и все члены общественной палаты есть право участвовать в заседании любой комиссии, которая им интересна, там тематика любая, вот насколько будет возможно. Потому что это, вот, как правило, совет раз в месяц, потом две комиссии раз в месяц, а плюс еще участие во всех рабочих группах, которые есть при правительстве, при ЗАГС, собрании. Поэтому просто физически можно не успеть. То есть из-за налоговости исключительно? Просто числиться, конечно. А просто числиться и ничего не делать, это, в общем-то, не мой принцип. 18 ноября общественная палата презентует сайт «Вместе Киров». Насколько я знаю, на гражданском форуме речь о нем уже велась. Вы уже успели оценить проект? Вообще сам сайт, возможно, воспользоваться, где-то под какими-то инициативами подписаться? Инициатива-то, конечно, хорошая, идея хорошая. Но наш вот народ Кировской области, при всем уважении и любви к Кировской области, у нас очень трудно народ поднять на что-то. Поэтому вот надеюсь, что все-таки эта хорошая идея не умрет, потому что действительно идея хорошая. И соглашение с правительством подписано, и правительство, в общем-то, пошло на уступки, не требуя 60 тысяч подписей, как было изначально, потому что для нас нереально собрать 60 тысяч. Я немного ввиду слушателей в курс дела. Если кто-то не знает, сайт «Вместе Киров», то есть любой может выставить на обсуждение какую-то проблему или выйти с какой-то инициативой. Если эта инициатива собирает 5 тысяч подписей, ее рассматривает правительство области. На самом деле проблем на сайте не так много пока. И люди не очень активно, насколько я понимаю, подключились и к обсуждению этих проблем, и к голосованию по ним. Вот это с чем может быть связано? С тем, что еще мало людей знают об этом сайте? Или эта тенденция может вполне сохраниться, учитывая некоторую инертность, в которой кировчан частенько обвиняют? Ну, наверное, еще, конечно, и мало информации по поводу создания такой вот обратной связи с правительством. По сути, создана площадка, где можно общаться напрямую, будем так говорить, с правительством, без какой-то предварительной записи, без за счетом каких-то обращений. То есть любой человек может сообщить о нарушении какого-то своего права, права своих соседей или какой-то определенной группы лиц, проживающей на территории Кировской области. А также могут предложить свои идеи по улучшению жилья, будем так говорить, или проживания в Кировской области. Но вот на сегодняшний день, я говорю, что я посмотрела один из всего, как бы, проблем, которые обозначены на сегодняшний день. Ну, там эти проблемы, если они в инициативы потом не перерастут, там обычный срок для ответа – это месячный срок, то есть на эти вопросы, я думаю, они обязательно получат ответы. Вот. И по поводу инициатив, которые там появляются, ну, вот пять тысяч подписей собрать, в принципе, реально. Только насколько наш народ будет активно работать, потому что, ну, опять же говорю, что у нас, к сожалению, и правовая грамотность, и грамотность компьютерная не очень высока в Кировской области. Поэтому понятно, что дальние районы у нас опять как бы вот и информации, возможно, там особо нет, и особо воспользоваться этим они не смогут. А сама палата будет как-то заниматься продвижением этого сайта? Или вот на презентации все и закончится? Нет, я думаю, что будет, потому что у нас уже некоторые члены общественной палаты выступили с инициативой на сайте. Об инициативе вашего коллеги Олега Ткачева. Он как раз разместил на сайте инициативу, попросил правительство перестать поддерживать установку корпоративных скульптур под видом март-объектов. Ну, то есть, если на русский язык это все переложить, бизнесменам, правительству не стоит поддерживать бизнесменов, которые устанавливают скульптуры, подписывают их, что скульптура установлена за счет бизнеса, там, каких-то названий компаний или людей. Вы поддерживаете эту инициативу? Мне единственное, что не понравилось, в плане того, что Олег Ткачев высказал свои мысли, свои соображения по этому поводу, но вместо того, чтобы как-то дать оценку или поддержать, или не поддержать, там появились такие очень негативные высказывания, даже оскорбляющие, в общем-то, человека, который такое предложение высказал. И просто хотелось бы жителям Кировской области сказать, что это не те лица, которые могут высказывать какое-то мнение об общественнике. Чаще всего те, кто вот негатив вот этот пишет, они сами для области, как правило, ничего не делают. И понятно, что критиковать проще, чем что-то разумное предложить, а еще тем более, чтобы что-то сделать. Поэтому я категорично так как Олег не отношусь к этим скульптурам, вот в плане того, что вообще не надо и не надо поддерживать. Но как-то вот раньше меценатство было развито, и не было принято как бы обозначать, кто там благотворителем является. Но если хочется нынешним благотворителям, чтобы знали, кто это сделал, да бога ради, пусть оно будет. Единственная штука, я думаю, что, наверное, все-таки было разумнее бы все-таки какой-то опрос общественного мнения проводить, в плане того, надо ли размещать вот этот памятник, там, допустим, или скульптуру где-то на территории Кирова, особенно вот в центре, в исторической части города, чтобы люди могли высказать свое мнение. Действительно им это интересно, и нужно ли размещать такое? Я, знаете, я тоже иногда об этом задумываюсь, почему бы не спросить людей. Но тут сразу вспоминаю классические примеры, условно, ту же самую Эйфелеву башню в Париже, Лондонский глаз, это колесо обозрений в Лондоне, где, ну, абсолютное большинство были против, и в итоге эти объекты стали символами городов. И ты думаешь, угу, сейчас вот мы все вместе проголосуем против этого памятника, он вот возьмет и станет каким-то символом Кирова в будущем. То есть вот здесь вот, где вот эта грань, когда нужно спросить, а когда поставить, и все. Ну, поэтому я говорю, что здесь такого вот однозначного, категоричного ответа, говорить, что не надо поддерживать, я бы тоже так не стала говорить. И в то же время все равно каким-то образом надо, ну, может быть, не всегда учитывать, но в некоторых случаях, наверное, надо все-таки опрашивать. И потом некоторые ведь высказывают о том, что, допустим, эти два памятника стоят очень близко друг к другу, что там надо было где-то немножко на другом расстоянии их разместить, чтобы как бы это более эстетически смотрелось. Поэтому вопросов-то, конечно, много возникает. И я, в общем-то, не против, потому что у нас, у правительства области дефицит бюджета, большой дефицит. Поэтому реально, чтобы правительство само могло что-то там сделать для области, поставить какие-то еще памятники, когда у нас денег на медицину не хватает. Да, мы вообще ничего не дождемся тогда. Поэтому слава богу, что есть меценаты, которые что-то делают, но может вот все-таки или с архитектурой надо согласовывать, или, да, я думаю, там все равно согласование идет. Да, все равно корректировку нужно делать. Мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после продолжим. Особое мнение на 101 ФМ. Мы возвращаемся. В эфире «Особое мнение» Дарьи Топузлива в студии и мой гость, заместитель секретаря общественной палаты Кировской области, президент адвокатской палаты Кировской области Марины Капырина. Мы продолжим. В общественной палате Российской Федерации открылась горячая линия для пострадавших от отменной... поездок туристических в Египет. Российские туристы смогут получить юридическую информационную поддержку. В Кирове не обращался кто-то еще с подобными проблемами, потому что я знаю, появлялась информация, что багаж кировских туристов, кто отдыхал в Египте, прибудет в Победилово. Соответственно, мы сделали вывод, что, видимо, люди-то были, кто отдыхал в Египте, кто еще собирался туда ехать отдыхать, и вот, возможно, кто-то уже есть пострадавший. Ну, у нас, как бы, обращений не было пока. Не в общественную палату Кировской области, сегодня с Надеждой Анатольевной разговаривала, не у нас в адвокатскую палату Кировской области, пока, в общем-то, таких обращений не поступало. Очевидно, с нашими туристами все благополучно, потому что те, кто уехал отдыхать, они отдохнули, единственное, что их разделили, они отдельно, багаж отдельно. Поэтому я думаю, что в этом плане особо страданий нет, потому что у нас зима, вещи там летние, легкие, купальники там и все остальное. Поэтому, думаю, если даже наши туристы получат багаж этот попозже, то ничего страшного не случится в этом плане. А с юридической точки зрения вообще легко возвращать вот эти деньги за... Ну, здесь, видите, ситуация-то, в общем-то, непростая, потому что, как правило, у всех это надо... То есть это не скажешь, что постоянно это происходит? Нет, конечно. Просто надо видеть договор, который заключался с конкретным туристом, потому что там ведь специфика в заключении договора, либо он от туроператора заключается, либо он от турагента заключается, то есть это надо смотреть. Поэтому вот в плане предъявить претензии к туроператору можно всегда, а к турагенту только в том случае, если он от собственного имени заключал много интересов туроператора. Поэтому там есть тонкости определенные. Но здесь речь идет о том, что здесь действительно форс-мажор, потому что никто из туроператоров не предполагал, что вот так вот случится, да, произойдет взрыв и запретят эти полеты. — То есть какие форс-мажорные ситуации, они как рассматриваются в этом бизнесе? — Ну, в этом случае их освобождают от ответственности, но не освобождают от исполнения обязательств. То есть они в любом случае должны туристу, который собирался у них лететь, допустим, предложить другое направление, там с доплатой и без доплаты, как там на меньшее количество из дней, либо перенести дату вылета, там законсервировать, ну так уж я образно говорю, допустим, до момента, когда разрешат вылет в этот же Египет, если этого не случится, или если это будет происходить очень длительное время, значит, предложить другую страну. Ну и в крайнем случае уже, будем так говорить, если туристы не будут соглашаться ни на какие предложения турфирмы или турагента, то в этой ситуации уже тогда будут выплачиваться денежные средства. — А если в Кирове, в Кировской области все-таки есть такие люди, они могут обратиться в общественную палату? — Конечно, они могут обратиться и в общественную палату, они могут обратиться и в адвокатскую палату, потому что здесь, в общем-то, на эти отношения распространяется закон о защите прав потребителей, здесь консультация, в общем-то, бесплатная. — То есть радиослушатели, если кто-то вдруг пострадал для обмени тура в Египет, можете обратиться в общественную палату? — Да, но, видите, когда речь идет о выплате денежных средств, там чаще всего вопросы уже решаются в судебном порядке, потому что там и одна сторона понесла определенные затраты, турист, который оплатил путевку, и вторая сторона, которая, в общем-то, дала гарантию, что они получат... — Уже ничего не заработала. — Да, она, во-первых, не заработала, во-вторых, они ведь бронируют и отели, потом там бронируют перелет, транспортное средство, поэтому какие-то определенные расходы тоже могли понести. — То есть лучше согласиться на поездку в другое место? — Ну, в принципе, насколько друг друга слышат туристы, туроператор или турагент, потому что в этой ситуации, если идти в суд и через судебное заседание решать вопросы, то это по времени, конечно, займет очень много времени, потому что судебное заседание у нас, как правило, одним разом не заканчивается. Поэтому мой совет всем, кто в такой ситуации оказывается, лучше все-таки услышать и турфирму, которая говорит о том, что она вот реально такие затраты понесла, и она может удержать из той суммы, которую проплатил турист, вот такие-то расходы. И турист должен понимать, что лучше получить часть из того, что проплатил, чем потерять вообще все. — Ну, то есть тут из этих двух сторон виноватых нет, поэтому уже не компромисс. — Да, тут такая ситуация, что ни тот, ни другой не виноват, в общем-то. Не тот, кто планировал отдохнуть, не тот, кто не смог ему этот отдых обеспечить. — В Кирове сейчас проходит фестиваль ГТО, в связи с этим мне на глаза попалась еще одна инициатива от ваших коллег федеральных. Султан Хамзаев намерен обратиться в правительство с предложением рассмотреть возможность возвращения нормативов, учитывающих наличие спортивных площадок, причем на этапе проектирования уже жилых комплексов. Он заявляет, что несмотря на пропаганду здорового образа жизни, так вот просто заняться физкультурой у нас практически негде. он приводит в пример нормативы, например, на 10 домов, скажем, делать одно футбольное поле, на 20-30 домов один теннисный корт. Как вы такую инициативу оцениваете? Не просто хорошо это или плохо, а чтобы переложить ее на действительность? Я могу сказать, что это очень хорошо, но реально в условиях нашей экономической ситуации на сегодняшний день это просто нереально. Поэтому, конечно, было бы здорово, чтобы у нас там на 10 домов было одно футбольное поле, на 20 там теннисный корт. В принципе, мое поколение выросло, когда это было. Практически в каждом дворе была хоккейная площадка, в каждом... Ну, про теннисный корт сложно сказать, это, в общем-то, специфика определенная. Теннисных кортов, как правило, особенно в маленьких населенных пунктах их и не было. Но настольный теннис был развит, были стадионы, куда нас иногда даже загоняли тех, кто не хотел участвовать в соревнованиях. То есть тогда действительно спорт носил массовый характер. И иногда даже, когда кто-то не хотел, кто-то увлекался и мог заниматься, причем и одаренные дети, и неодаренные дети, все были на равных, все это было бесплатно. То есть сейчас у нас даже одаренные дети не всегда могут заниматься, и не всегда родители могут за них проплачивать, хотя бы в отношении их как-то вопросы решались. И поэтому, конечно, было бы это очень здорово, но я думаю, что в условиях экономики на сегодняшний день такое предложение, конечно, не поддерживаю. Ну, а в рамках работы общественной палаты, то есть у вас комиссия по здоровому образу жизни, то есть здесь, с этой точки зрения, в Кирове, что вообще можно сделать? Да, возможно, в крупных городах где-то такая программа и пройдет. То есть там строят огромными целыми микрорайонами, возможно, там еще можно внести эти поправки, чтобы застройщик или муниципалитет обеспечивал эти спортивные площадки. А в Кирове, где вряд ли появится еще один огромный микрорайон, как чистые пруды, то здесь-то что делать, чтобы люди прилетели... И там даже в этом микрорайоне не обеспечены детскими садиками, дошкольными детскими учреждениями, школьными учреждениями, учреждениями здравоохранения не обеспечены. То есть мы говорили о том, понимали этот вопрос, что надо было застройщику, прежде чем давать разрешение на строительство, именно оговаривать условия, сколько он должен на этот микрорайон построить детских дошкольных, сколько школьных учреждений, сколько учреждений здравоохранения. Потому что в такой ситуации-то нереально говорить о том, что там появятся какие-то спортивные площадки, есть у нас даже элементарного для проживания в этих микрорайонах на сегодняшний день нет. Поэтому наша комиссия в общественной палате по вопросам здорового образа жизни, конечно, она какие-то вопросы будет поднимать и решать, но говорить о том, что она площадку спортивную где-то построит или способствует этому, будет, это, конечно, сложно. Единственное, что надо было, не терять время и не упускать возможности, когда правительство Российской Федерации давало гранты. Надо было участвовать во всех грантах, потому что я смотрю Мариэл, я общаюсь с президентом Палаты Республики Мариэл, мы с ней дружим, у них вот очень, кто был в городе, там ведь у них набережная, вообще сказочное место, там у них два огромных спортивных комплекса выстроено. И все это выстроено не на деньги республики, а все выстроено за счет тех грантов, которые они получили от правительства Российской Федерации. Поэтому вот наша вот эта инертность, когда мы не желаем, где-то, может быть, не хотим, где-то, может быть, не знаем, и в итоге мы вот такие вот реальные возможности теряем. То есть у нас получилось время потерянных возможностей? Ну, в принципе, да, потому что я думаю, вот в условиях этой экономической ситуации, особенно на 16-й год все говорят, что это будет пик кризиса, что вот все равно все эти финансирования, все эти гранты будут сокращаться. Ну, хотя все равно возможность-то есть еще. Пусть в меньшем объеме, но получить... Говорите вы, что поспособствовать палату этому тоже не может, возможно, все-таки... Может, почему не может? Если кто-то выйдет с инициативой, уж у нас и Олег Ткачев, который с некоммерческими организациями давно дружит, живет этим, это его жизнь, по сути, он, конечно, поможет оформить и заявку, допустим, на участие в гранте, и все. Нина Ершова, которая у нас в этом созыве вернулась, первый созыв был, второй не была, теперь вновь опять пришла. Она тоже опытный активист в плане некоммерческой организации, она сама участвует со своей организацией в получении грантов. Поэтому вот в плане того, чтобы помочь... То есть это нужно, чтобы НКО выходили с инициативой? Ну, чаще всего НКО выходят, конечно, с программами, которые вот реальные какие-то либо социальные услуги, либо социальная помощь какая-то оказывается для жителей Кировской области. Там поддержка есть еще, у них есть свои средства, и правительство помогает еще дополнительными средствами под финансирование какого-то определенного хорошего проекта. То есть судьба у нас спортивных площадок сейчас в руках некоммерческих организаций? В принципе, да, потому что надо проявлять инициативу, надо участвовать в этих грантах получения. Ассоциация юристов России, наше Кировское региональное отделение участвовала, мы несколько грантов получили. Ну, то есть это реально просто нужно делать? Надо делать, конечно, и не сидеть сложа ручки, и ждать, когда она все окончательно разрушится. Успеем тогда мы обсудить еще одно строительство, на этот раз не спортивных площадок, а уже домов. Накануне в администрации города прошли публичные слушания, власти вот обеспокоились этажностью в исторической части города, решили лишить застройщиков возможности выходить на городостроительный совет с целью увеличения этой этажности. Но, насколько я поняла, все равно застройщики попытались оставить там для себя небольшой люфтик, то есть на двух этажах, ну, по крайней мере, на публичных слушаниях договорились на двух этажах, что вот два этажа мы еще можем надстроить, а больше двух нет. Вот сейчас все, ну, не поздно вообще спохватились, потому что, вот на мой взгляд, исторический центр уже весь застроили, там уже некуда что-то воткнуть. И то есть все эти действия власти сейчас, которые говорят, а не будем увеличивать этажность, это, конечно, не будете, там уже строить нечего. Ну, в принципе-то так, но если захотеть, можно найти еще где построить. И свечку эту же... Ну, хотя можно что-то сместить. Да-да-да. Поэтому в этом плане, конечно, это вопрос острый, он остался острым, несмотря на то, что вроде бы казалось бы, что все уже там застроено. Мне кажется, жестко надо вот решать вопрос в части исторического поселения, вот границ исторического поселения, которые у нас определены на территории Кировской области. Там вообще надо жестко принять, вот, допустим, четыре там этажа или пять этажей с цоколем, и все. Больше никаких там разрешений не градостроительного совета, никаких, в общем, попыток чего-то добавить. Ну, причем я перебью сейчас, глава города Владимир Быков отметил, что касается это только жилых зданий. То есть вот, например, семиэтажный торговый центр Крым высоким Владимир Васильевич не считает. Нет, здесь, мне кажется, не надо делить на жилые и нежилые строения, потому что от того, что это жилое или нежилое, внешний вид исторической части города все равно потеряет. Поэтому если здесь все малоэтажные здания, и вдруг тут появляется огромное семиэтажное, пусть это будет торговый комплекс, но он все равно не будет вписываться в ту обстановку, которая рядом с ним существует. Поэтому если уж принимать решение, на мой взгляд, надо жестко принимать по историческому поселению вообще никаких там разрешений градостроительного, а за пределами там действительно может быть оставить для строителей вот этот люфт плюс два этажа, потому что это намного, в общем-то, внешний вид здания не изменит. Пять там будут или семь, в общем-то, это несущественно уже, это не 14 плюс, да, когда. Поэтому не подразделять на жилые и нежилые, это мое мнение. И на этом мы заканчиваем сегодняшнее особое мнение. В студии была Дарья Тапузлеева и Марина Копырина, заместитель секретаря общественной палаты Кировской области, президент адвокатской палаты Кировской области. До встречи. Спасибо. До свидания.